Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Ребятки, мы продолжаем путешествовать по Грузии, сегодня отправляемся в невероятно крутые места, в новый город, поймаем маленький дискомфорт, закроем вопросы, которые связаны с государством Грузии, короче, сейчас все тоже поймете. Началек будет сегодня просто сногсшибательный, обязательно досматривайте выпуск до конца, потому что он реально очень крутой. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты из социальной сети. Особое спасибо хочется сказать тем людям, которые нас поддерживают после каждого выпуска донатом по вот этим вот реквизитам. Ребятки, огромное спасибо, вы даже не представляете, какую поддержку вы нам оказываете. Ну а теперь погнали в новый, заключительный выпуск из Грузии. Сейчас мы выдвигаемся в город, который называется Ахалтихе, находится он на границе, почти на границе с Турцией, прямо возле города Вале. Это проходной путь, через который также многие ездили зимой, когда была суета, и многие также до сих пор его и выбирают. В общем, там есть что посмотреть, достаточно, в принципе, большенький такой город, но он не туристический, я не думаю, что туда ездят постоянно, его смотрят и посещают туристы. Ну, по крайней мере, нигде не попадаются такие кадры. Так что сегодня обязательно его посмотрим. Дорога на Вале, конечно, очень красивая, вообще пейзажи потрясающие, но, конечно, зимой здесь ехать еще то удовольствие. Здесь, наверное, все в снегу, перевалы конкретные. Еще одна крепость на горе. Мы заехали в город Ахалтихе, и посмотрите, там какая красота нас встречает. Какие масштабы крепости по левую руку. Обалдеть. То, что я показывал вам ранее, мы сюда и приехали. Невероятно крутая крепость. Вот это у нее масштабы, ребята. Вот это поворот. Вот это, я понимаю, крепость. Блин, еще так сохранилось, ничего себе. Но мы доехали не без приключений. Сейчас я вам расскажу. Посмотрите, какой бомбезный вид. У нас, на самом деле, здесь буквально в 10 километрах находится Турция. Граница пункт проходной Вале. Туда мы не поедем, нам это не надо. Мы очень хотели заехать в этот город, чтобы посмотреть и полюбоваться этой крепостью. А теперь про неприятное. Вот оно, наверное, гостеприимство. Представляете, опять меня догоняют с мигалками. Меня не просто остановили где-то на посту и считали ту статью, по которой, собственно, меня сейчас опять оштрафовали. Мне опять выписали штраф 40 лари. Прикиньте, итого уже 80 лари я нахватал штрафов. Сейчас знаете за что? За то, что оказывается в Грузии ребенок в кресле не может сидеть спереди. Представляете, сколько мы здесь километров проехали. Второй раз мы сюда приезжаем. Никогда ничего не говорили. Первый раз, когда меня догнали с мигалкой, в итоге он увидел, что Артемка сидит. Он мне просто выписал за ремень. Как бы не вопрос, бесспорно. Тут, как говорится, нагрешил. Но чтобы выписывать за то, что ребенок сидит спереди, тут я попутал. Почему изначально никто не говорил? Я вообще такого даже нигде не видел, не слышал. Я вижу, как дети катаются спереди и ничего. А тут, я говорю, меня даже не остановили. Меня просто он тупо догнал, подошел и такой смотрит. О, окей, на тебе, за ребенка выписываю штраф. Я говорю, классно. В общем, ребята, если вы отправляетесь в Грузию, то знайте, что здесь вот так вот могут спокойно догнать вас на российских номерах, спокойно тормознуть и выписать штраф. Предупреждений здесь никаких нет. Я ему говорю, я говорю, не знал, ты сделай мне предупреждение, сейчас кресло уберу, у него вопрос. Нет, говорит, у нас так. Если, говорит, ты нарушил, то ты получаешь штраф. Итого надо заплатить 80, 80 лари штрафа в банке. Ну, так вот, ребята. Потом пожелал нам хорошего отдыха, я говорю, ну, спасибо. Спросил, куда мы едем еще, я ему ответил. Он говорит, сейчас поедешь за нами, я покажу дорогу. Я говорю, нет, за вами не поеду, мы хотим крепость посмотреть. Он говорит, ну, ладно. Там, где мы припарковались, там выход из этой крепости. Нам там сразу же встретил охранник, говорит, здесь выход. Мы говорим, окей, где вход, он говорит, там внизу. Вот, собственно, мы идем вниз. Но входить мы туда не будем. Получается, ехали сюда, на кармане был кэш. В итоге думали, зайдем, покажем эту крутую достопримечательность, да, там, все поснимаем. А в итоге, бац, штраф 40 лари. И теперь вместо того, чтобы показывать эту достопримечательность, да, снимать, выкладывать ее на мир и привлекать туристов, мы платим этот вообще непонятный штраф. Ну, такой подход. Ну, и ладно, значит, все. Значит, так, заборчик посмотрели и поедем ночевать куда-нибудь. Приехали мы вот на такую достопримечательность. Здесь церквушка. Думали, что здесь переночевать. А в итоге потом здесь такой ветродуй, что и обрывы. За детей сразу страшно. Не дай бог, как не подойдут, дунет и трындец. В итоге сейчас поедем на другое место. Еще идут такие конкретные тучи на нас, что мама не горюй. Смотрите, в поисках ночевки, куда мы забрелись. Это церковь Сапара, или Сапара называется, как правильно. Там и церковь, и крепость. Там как бы так вот, типа, знаешь, два в одном. Потрясающе. Мы находимся так высоко в горах. Это трындец. Тут такие видоны. Ой-ой-ой. Да. Доехали до другой крепости. Точнее, здесь крепость и церковь, по-моему. Церковь. Пока ехали, искали там. Проголодались. Не стали ничего готовить. Просто вот так достали сосиски, огурец, хлеб. Мирошка жует огурчик, сосиску. Родионтик хлеб с сосиской. Да, Родион? Что ты как бедная сирота? Тебе стул не достали, да? Вкусно? Сейчас перепустим, да, Артем? Ага. И пойдем посмотрим, пустят ли нас туда. Без денег. Без денег. Нас-то пустят. Потому что... Без денег пустят. Сегодня в воскресенье мы даже ничего не можем просто снять. Да? Таким. И надеюсь, что там бесплатный вход. Если нет, то поедем куда-нибудь спать в поле. Попили чаечек. У нас так громыхает здесь конкретно. Надеюсь, успеем посмотреть. Нас не накроет. Взяли вон колясочку. Но если нас накроют, то будет вообще печально, потому что совсем хочется потом быть сырыми. Тем более, мы до сих пор не знаем, где будем ночевать. Мы все в твоем будем сырее. А пап, а вот вы... Да, конечно, это все равно намокли. Очень надеемся, что там вход хотя бы бесплатный будет. Такой красивый вход. Так, я такой думаю. Сейчас такой бам, покажу вам все сверху. Пара-пара-пам. Нет, вон табличка. С дрона сопрещено снимать. Поэтому нет. Почему-то здесь в основном кричать нельзя. В основном, почему-то, вот на всех здесь достопримечательностей нельзя летать на дороге. Не знаю, почему они так делают. Возможно, надо разрешение получать по самого руководства церкви, вот этой крепости. Вот видите, на горе крепость. Здесь виды и вообще просто чума. Сейчас попробую показать. Видите, там такие огромные горы. Ух, да. Слушай, это вообще картинка. Это картинка. Как дом на скале. Да. Смотри, да? Находится в таких местах крепости. Это как, ты сможешь, как на картину. Вот у тебя живая картина, да? Ну-ну-ну, я говорю. Вообще невероятно. Труднодоступный, но к нему дорога потрясающая вообще. То есть, едешь ухоженно сюда. Все замечательно, но... Вот. Слышите, как гремит? Это Мироша засранец. Беспалево тапки снял и отправил отца на поиски крокса. А такие кроксы, мало того, что хрен сейчас где найдешь, такого маленького размера, такие же, если найдешь, то они стоят дороже, чем взрослые. Поэтому потерять их не совсем хочется. Потрясающее место внутри, там нельзя фотографировать, нельзя снимать. Да, короче, есть дресс-код. Вот тоже непонятно вообще, восстанавливали ее, не восстанавливали. Здесь же пасеки, кстати. Вообще, очень безумно красиво. Вот реально с картинки особенно красота на нее открывается, когда ты едешь по вот этому серпантину лютейшему и видишь, как из вот этого соснового горного леса торчит вот эта вот вся историческая красота. Невероятно. Просто бух! Аж, знаете, аж мурашки по коже. Класс. Сейчас с другого ракурса покажу церковь и крепость. Здесь течет родничок. Ой, какая красота. Сюда люди бросают монетки, видимо, загадывают желание. Вода безумно вкусная. А еще мы загадали желание. Бросили тут монетку. Все бросают, и как бы мы бросили. И загадали желание. Мне кажется, такое желание было бы у многих, чтобы как можно быстрее закончилась война. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это место обязательных посещений на своем автомобиле. Будете ехать, отвечаю вам. Будете охать и ахать. Вообще просто. Камера не передаст вот этой красоты, которую я вам сейчас показал. Это нужно видеть своими глазами. Мы приехали откуда-то оттуда. Не знаю, передаст камера. Такая радуга. В общем, красиво. Здесь еще какие-то вот остатки. Остатки чего-то. Я не знаю, что это. Крепость или какое-то сооружение уже наших времен построено. Просто заброшено. Непонятно, но мы решили. Я не знаю, пока мы решили немножко прогуляться. Вот какая красота. Вообще. Вон там высокие, уже очень высокие хребты. Их просто закрыло. Там вообще поливает конкретно. Решили никуда больше не ехать. Все, чуть-чуть на машине спустились. Вот к этой типа крепости или что это такое. Здесь будем делать ночлег. Завтра уже будем спускаться в город. Решать вопросы с деньгами. Надеюсь, нам вернет. Хотя вот говорит, что в течение пяти дней. Надеюсь, в понедельник будет решено. Все колеса, блин, уделаны в какахах коров. Да, приятный камер, да, как говорится, в экраны мониторов. Сейчас надо ужин приготовить и будем ложиться спать. Закат у нас с этой стороны. Значит, завтра будем просыпаться от солнца. Надеюсь, не будет дождя. Решили сейчас быстро приготовить супец. Уже постелились. Все готово у нас ко сну. Прям так заранее, заранее. Блин, здесь еще, конечно, потрясающее место. Стали зашториваться, кстати, идеально. Раньше мы просто занавеску вот здесь вешали. Сейчас вешаем полностью по стеклам. И простор становится больше. И вообще ничего не видно, что у нас раньше такая показуха была, да, что спереди. Но идеально сделать все-таки шторки, как я хочу, чтобы они были на магнитиках. И чтобы отражайка натягивалась полностью на лобовое стекло. Тогда будет вообще идеально. Все, мы будем ночевать сегодня вот с таким вот просто нереально крутым видом. Вообще, эту стоянку можно прям рекомендовать где-нибудь в нашем авторском гайде, который мы когда-нибудь напишем по Грузии. Мы ее будем рекомендовать, отметим. Потому что, во-первых, здесь уединение шикарное, да. Недалеко есть город, горы. И самое важное, что здесь есть родник. Вот если вот так посмотреть, вот, прямо отсюда постоянно бьет родниковая вода. И это, конечно, очень круто. Походу, мы даже будем ночевать не одни. Ведь подъехал автодом, на котором почему-то написано Orange Camp. Но это не тот Orange Camp, это что-то по-другому. Вот, возможно, сейчас даже встанет возле нас. Ведь ночевать не одними, это, конечно, всегда огромный плюс. Блин, какие-то виды за моей спиной, просто охренеть. Да, ночевать мы будем не одни. Все-таки ребята развернулись и припараковались. Вот, они... Ну, у них европейский дом, европейские номера отсюда я, к сожалению, не вижу. Но помахали друг другу руками. Возможно, это, как говорится, можно посидеть и в Капа попить, если у них есть. Потому что у нас нету. Ну, как прекрасно мы припарковались, ребята. Я не знаю. Каждая дикая ночевка, в которой мы останавливаемся, она по-своему вообще невероятная. эти горы. Вот так, когда останавливаешься, вот прям... Короче, я не могу вам передать словами, насколько круто останавливаться в таких природных местах, смотреть на эти величественные горы. Совершенно одни в горах. Да еще и... Вот с таким вот закатом. Ой, что сейчас будет? Минут через, наверное, 15 солнце здесь раскрасит все и вся. Невероятно. Блин, ребятки, я каждому рекомендую хоть раз переночевать вот с таким вот невероятным видом. Я очень надеюсь, вам понравился этот невероятнейший закат. Блин, как же здесь круто. Познакомились с ребятами. Вот Настенка сейчас с ними сейчас болтает. Они из Германии. Причем, муж немец коренной, двое детей маленьких. Она родилась в Казахстане. Папа немец. Мама из России. И так всю жизнь прожили в Германии. Вот. Она говорит по-русски. Говорит, русский язык забываю. Говорит, уже не с кем вообще пообщаться. И тут, короче, мы... Короче, вообще вот классно. Стейшн, как тебе, ребята? Пофигеть классно. Пошли, пойдем. Да, вот так вот, все. Так, Настенка пошла Мирошку знакомить. У нас пацаны просто прибегали. Уже все познакомились, перезнакомились. Вот. Теперь пошли Мирошку знакомить. Там тоже маленькая девочка. Буквально там два... Два годика. Да, расскажите. Мы тоже на Инстаграм. For hearts for each. Окей. Это надо ссылочку там, да? И целая квартира. Какой огромный багажник. И вообще, вот это да. Да, гора. Все там, все там. Пойдем, да. Что надо и не надо. Можно, да? Так, одним глазком. Прям так. Ну, это вообще огромный автодом. А есть какие-то трудности вот прям при движении? Нету. Мой муж ездит каждую дорогу. А-а-а. Нам говорят, вот эту дорогу вам, наверное, у вас с вашей машиной не получится. Ага, да? И сразу... Мой муж говорит, давай поедем. Во-во, мы точно так же говорим. Где говорят, не пройдешь, значит, по-любому пройдешь. Не надо никого слушать. Да-да-да. Ну, классно вообще. Да, здесь, короче, капитальный бардак. Там сзади... Не, ну, это нормально. Не, у нас не всегда так выглядит. Не, ну, супер. Блин, он свежий у вас, да? Да-да-да. Белый интерьер. Да-да, да. Это... Ему сколько? Пять лет. Ага. Вот они, ребята, путешествия. Вот так вот. Знакомишься, общаешься, обмениваешься контактами. Блин, это так классно. Вообще, такие истории. Вот сейчас пока стояли, надо идти кушать, а сразу, короче, аппетита нету. И разные истории друг другу рассказываем, что и как. Блин, это вообще замечательно. Класс. Все, теперь будем кушать и ложиться спать. Пацаны, вы там что? Я видео на канал монтирую вас. Сидим мы, значит, завтракаем и обсуждаем тот момент, что сегодня была самая лучшая ночь. Не знаю, за какое там время, но, наверное, за наше вот путешествие, как мы едем с Кемера, с Турции, да, точно лучшее, потому что мы высоко в горах, высоко в горах. Сегодня было ночью свежо и прохладно. не было ни единого шума от каких-то машин, от даже птиц не было. Вот просто одна циката села, ну и то она потом успокоилась. Была такая темнота, луна была маленькая и ничего не освещала. Короче, мы выспались вообще, пол седьмого, по-моему, первый проснулся Артемка, и мы прям так, шикарно. Но, в общем, давайте, доброе утро, да, как говорится. Дидинь. Дидинь. Все, я думала, Родиночка это не разлить. Дидинь. Опа, дидинь. Ну не надо биться, Родик, не надо сильно. Дидинь, Мироша, доброе утро. Доброе утро. У вас на что, кулинарный поединок с утра был? Да, вот у меня немецкий муж, он здесь не всегда сделает блинчики. Вау, ничего себе. Вот это красота. Да, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Луиза, ты хотела принести маменьку. Мироша, Мироша, иди, тебе дают, Мирошенька. Смотри, тебе Луиза что дает. Смотри, смотри скорее. Иди, бери, бери, Мироша. Возьми, Мироша тебе дает Луиза. Отнеси братику. Отнеси братику. Оооо. А это папочка. Или маме. Один упал, сейчас мы принесем еще один. Спасибо большое. Ой, как оказалось. Мы пока тут продолжаем общаться. Бесконечные разговоры. Наши несоциализированные дети вот играют. Не важно какой язык. С детками из Германии. Вот так вот. Шикарно. Вот оно путешествие. Посмотрите, какие прикольные занятия сейчас происходят. Русские загадки немецким детям. Мы не знаем, как объяснить. Мы не знаем, как объяснить. Мороз рисует. Нет такого. Да, в Германии нет такого. Даже мороза просто нет. Бедные дети мороза не видели. У нас нога вот такая блуза замерзнет, вот такая маленькая. 20 детей стоят и вот так трутся. И что это такое? Это так грустно. Так, Артем, давай, чтобы все поняли загадку. Окей. Найдем одну, которую... Не перестаю восхищаться, как же мы классно припарковались. Вот это виды, вот это виды, вот это соседи потрясающие, невероятно. Безлимитная, горная, леденющая вода. Ой, какая она вкусная, ребятки. Мы ее просто уже отпились, набрали все тары. У нас теперь во всех баках вот такая вот питьевая водица. Класс. При желании, конечно, можно в этой ледяной водице еще и помыться и даже постираться. Сейчас мы еще полетаем здесь над этими красотами и отправимся в путь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чтобы вы понимали, что такое знакомство, мы планировали выехать в 9 утра. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 12.50 уже времени мы только выезжаем. Это невозможно, да? Да. Прекратить это общение настолько здорово, настолько интересно. Но ребята потом поедут тоже в Армению, и мы обязательно где-нибудь пересекемся на просторах мира. Все, выезжаем в город. Смотрите, как мы высоко были над городом. Теперь надо спускаться, спускаться. Все, что не досохло. Точнее, мы с утра это постирали там в родничке в этом. И сейчас будет все это дело досыхать. Самая лучшая сушилка это вот торпеда в машине. Мы только что ели такие вкусные булки, вы реально себе даже не представляете. Короче, я даже не успел их снять, потому что они были настолько вкусные, что мы все съели. Сейчас еще мы хотим оплатить травку, или это заключительный выпуск из Грузии. Нужно обязательно оплатить, чтобы не было вопросов на границе. Зашел я в банк. Банк оф Джорджа. В итоге она меня сразу говорит к терминалу. Подходим к терминалу, она вводит данные, говорит, нет, говорит, идите в полицию, там оплачивайте. Вот иду в полицию. Карты там не принимают, поэтому придется снимать кэш. Ну что же, штраф оплатил. Дали вот такие вот штуковины, две квитанции на два штрафа. Очень надеюсь, что больше не будут меня догонять с мигалками и штрафовать. Очень. Когда в городе все дела сделаны, едем за город. Ехать нам 60 километров до очень клевой достопримечательности. Сейчас немножко я попозже расскажу предысторию. Здесь тоже хотели посмотреть, но учитывая, что здесь полицейские настроены на пустые штрафы, поэтому мы решили не выполнять казну классных достопримечательностей, то есть вот этой крепости великолепной. Ее не будем показывать. Оплатили штраф минус 82 лари и едем дальше. Держи, 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 держи. Скорее всего, крайний раз мы в Грузии затарились. Все, этого нам хватит. Затарились в Грузии жигулевским пивом. Не могу поднять сележку в помощь. Чик-чик-чик-чик-чик. Ты что-то еще хотел искать? Все, в следующий раз будем в Армении. А мне купили мелкий, мой любимый. Тебе киндер и Мироша. И Мироша, я сказала, не открывать пока. Ай-яй-яй. Окей, окей. У-у-у, что там? Там игрушка, да? Ты игрушку хотел. Нам вот в Армении осталось совсем чуть-чуть и мы с вами уже будем окунаться в новый сезон в Анлавпу Армении. Но перед тем, как мы с вами окунемся в новый сезон и в новую страну, конечно, хочется очень классно, природно завершить сезон по Грузии. Поэтому мы сейчас едем на первую достопримечательность, вообще мощную, а потом мы поедем еще в одну. Вот эти две достопримечательности очень сильно хочется посмотреть. Дорога безумно красивая, но вот началась какая-то неприятная, разбитая, приходится оттормаживаться постоянно, вот только разгонишься и хлопс уже разбитая. Да. Но опять-таки это высокогорье, я даже не представляю сколько метров над уровнем моря. Вот, смотрите, разогнался и надо срочно останавливаться. Опа. Да. Вот так вот здесь. Ничего себе. Ну, а по пути посмотрите, какую мы древность проезжаем. Ничего себе. вот это красота. Вот это красиво. Река Паравани. Вау. Хэт Висси называется. Еду и не могу понять, это вообще законно, что есть такая красота. Просто невероятно. Деревня называется Тмогви. Морить какие там скалы. разные. Аааа, Невозможно передать все, невозможно передать через камеру, вообще невозможно. Словачия обязательно не берет. Не берет обязательно. Ну, гляньте, гляньте, какая красота. Какие там скальные пике ай-яй-яй там же крепость какая-то наверху то смотри блин здесь так страшно ехать такие обвалы такие вот это вот-вот это грузия вот это мать ее кайфа ща вообще нереально красиво вы посмотрите какие здесь горы из леса а справа я не знаю как это передать вот это да у меня аж мурашки просто по коже гляньте как здесь красиво ай-яй-яй блин ты чё такая красивая вот это да ребята сорите мы ребята приехали помните когда мы были в парке миниатюр вот эту достопримечательность ничего себе посмотрите второй пещерный город просто посмотреть какой он огромный ничего себе так слушать я очень хочу его увидеть живую пещерный монастырь тогда мы сказали что а это точно стоит видеть своими глазами вы не поверите у меня реально мурашки по коже мы здесь ребята смотрите как это мощно смотрится здесь парочку ресторанчиков из которых открывается панорамный вид на этот древний пещерный город и наша машина нас сюда довезла это что-то бесподобное и невероятное ничего масштабней мы не видели это что-то вы посмотрите как там все сделано на самом деле туда можно подняться я вам покажу смотрите есть есть парковка вот пожалуйста паркуешься наверное скорее всего там покупаешь билетики такая красивая речка вдоль нее все едем и едем покупаешь билетики и начинаешь туда 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 подниматься и ходить по всему вот этому пещерному городу заходя там во все их не квартиры назовем их так но мы этого делать не будем вообще никак не охота таскаться сейчас по горам на улице 37 градусов и конечно просто хочется полюбоваться вот этой красотой просто отсюда потому что там ходить можно сколько угодно но отсюда открывается такой масштаб это что-то невероятно тема чё ты скажешь ты в шоке вообще вообще да и это река бесконечная бурлящая такие пороги иногда нам встречались ой 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 ребята номер один я говорю там по ходу билетики покупаешь и начинаешь идти 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 либо тебя отвозит какой-то туристический он газель какая-то поехала тебя довозят до входа наверное ты пошел по этим всем штукам это очень высоко камера не передаст эту высоту что-то подобное мы были в монастыре в крыму качикальон ну совсем не подобно тут прикинь какой масштаб тоже в этом он просто был более маленький ну конечно здесь то масштаб какой обалдеть просто невероятная сидим и принимаем что ехать вообще никуда не охота не стать чайки летают представляете болеть их прям целая стая здесь видимо снизу активно плавает форель в реке и они это пробует и пробует короче с этого места ощущения охота уезжать есть честно здесь так круто переночевать проснуться вот с таким вот видом ну собственно говоря не позволило мне совесть уехать с этой замечательной локации и мы вот так вот расположились немножко переставили машину потому что там либо камушки да не совсем комфортно а вот здесь вот будет очень комфортно нам надеюсь ночевать то по крайней мере сейчас вечером здесь прям классно к нами смотрите какие огромные чайки прилетели вот-вот сели прям вот они прям смотри я говорю чайки здесь откуда здесь чайки вообще здесь море настолько далеко что вообще речные чайки но такие миссис они такие красивые белые доставай ружье всем постелились уже вообще похожий сезон на дагестан ночевки самых красивых самых красивых вон туда посмотрите я не знаю просто прыгай вообще гляньте все там обрыв этом горная река невероятно а имя рожка прибежал кстати мы сейчас стали строго прям оставлять водительское сиденье то есть моё без всего то есть вот смотрите мы сейчас стали заваливать вот это сюда вмещается оказывается аж два кресла блин обожаю эту машину завместимость какие-то волшебные резиновые пропорции кстати кто-то в комментариях написал славян не какая-то машина резиновая реально резиновая за третье два кресла умещаются сюда три самоката три самоката и водительская сидушка оставляется полностью свободно но на случай какой-то экстренной ситуации быстро прыгнуть завести расшториться и нажать газ в пол все вот так вот будем ночевать а завтра представляете будем просыпаться вау вот с таким вот видом это вам не хухры мухры вообще вот вам наверное хорошо вы сидите дома купили замороженное миску поставили микроволновку на разморозочку на минуточку и мяско готово у нас все по-другому у нас вот такая микроволновка горячий камушек берешь ложишь на него сверху заморозку и вот уже минут наверное 15 прошло курица уже почти разморозилась а вообще в огромная какая-то проблема невозможно почти невозможно купить не замороженное мясо в магазинах сплошная заморозка поэтому сегодня уже не выдержали купили заморозку на пару дней вот чтобы уже вообще в магазины не заезжать обеспечили себя едой затарили холодильник вот первая партия мяса размораживается начали готовить ужин под приехали ребятку за моей спиной будем ночевать мы сегодня не одни вон там еще ребята пытаются найти более лучшую локацию они походники прямо с рюкзаками эти ребята приехали на машине то ставят по крайней мере палатку тоже с красивым видом я не понимаю как можно отсюда уехать на серьезно вообще не представляю тут просто виды отвал башки ужин в полном разгаре у нас точнее готов когда дети все выделили себе телефоны все у нас позабирали все уродика самое козырное место дороге родик родик на троне сидишь да вот на троне сидит телефон играет вот с таким вот роскошным видом мы поужинали с этим невероятно красивым видом супер что мы остановились все таки здесь на этом классном потрясающем месте с этим прекраснейшим видом будем завершать наш сезон по грузии все ребятки в следующем видеоролике мы отправляемся в новую долгожданную страну в армении ну и конечно же вас возьмем собой завтра будем здесь же просыпаться и следующий выпуск начнем конечно с этого прекрасного места друзья если не посмотрели предыдущие выпуски обязательно пересмотрите их сезон получился очень очень крутой все ссылочки будут там в описании к этому видеоролику но мы с вами будем прощаться ребятки пока говорите с этого прекрасного места пока грузии пока а 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 Субтитры подогнал «Симон»